Сына и Святаго Духа, Святаго Отца нашего Иоанна Затауста, Стагирию Подвижнику, Увещание первое, продолжение. Как же мы узнаем, что и последнее сделано для пользы человека? Узнаем, если размыслим, чему подвергся бы он, если бы этого не было. Чему же он подвергся бы? Если бы человек после обещания дьявола сделал его по преступлению заповеди равным Богу, остался в той же чести, то впал бы в три крайние бедствия. Во-первых, стал бы считать Бога недоброжелательным, обольстителем и лжецом. Во-вторых, действительного обольстителя отца лжи и злобы благодетелем и другом. И, кроме того, продолжал бы предгрешить бесконечно. Но Бог избавил от всего этого, изгнав тогда из рая. Так и врач, если не трогает раны, то дает ей боли озагноиться. Если же вырезывает, то останавливает дальнейшее распространение гнилости и язвы. Что же из этого? Скажет кто-нибудь, Бог не остановился на этом, но еще наложил на человека подвиги и труды, потому что ничто так не мало способно пользоваться покоем, как человеческая природа. Если уже и теперь, и долежат на нас такие труды, мы грешим непрестанно, то на что не дерзнули бы, если Бог не оставил нас при удовольствиях еще и в бездействии. Праздность, говорит Писание, научила многому худому. Сирахова 34, 28. Это изречение подтверждает как ежедневные события, так и случившиеся с нашими предками. И сел народ, говорит Писание, есть и петь, а после встал играть. Исхода 32, 6. И еще. И утучнел Израиль и стал упрям, утучнел, оттолстел и разжирел. И оставил он Бога, создавшего его, и презрел твердыню спасения своего. Второзаконие 32, 15. Согласно с этим говорит и блаженный Давид. Когда он убивал их, они искали его и обращались, и с раннего утра прибегали к Богу. В Солом 77, 34. И к Иерусалиму Бог говорит через Иеремию. Вразумись, Иерусалим, чтобы душа моя не удалилась от тебя, а чтобы я не сделал тебя пустынью, землей необитаемую. Иеремия 6, 8. И что не только злым, но и добрым людям спасительно подвергаться уничижению, страданию. Об этом пророк еще говорит так. Благо мне, что я пострадал, дабы научиться уставам твоим. После него Иеремия говорит то же самое, хотя не теми же словами. Благо человеку, когда он несет иго в юности своей, сидит уединенно и молчит. Плачь Иеремия 3, 27, 28. Мне себя самому молит Бога так. Не пощади меня воочреждение, мне в день лютый. Иеремия 17, 17. И блаженный Павел, который столько просиял благодатью, превзошел человеческую природу, имел однако же нужду в этом благотворном средстве. И посему и говорил, дано мне жало вплоть, ангел сатаны удручает меня, чтобы я не превозносился. Трежды молил я Господа о том, чтобы ударил его от меня, но Господь сказал мне, довольна для тебя благодатью моей, ибо сила моя совершается в немощи. 2 Коринфянам 12, 17, 9. Хотя евангельская проповедь могла быть совершенной и без гонений, без скорбей, без трудов и подвигов, однако Христос не восхотел этого промышления о проповедниках, поэтому и сказал им, в мире будете иметь скорбь. Евангелие от Иоанна 14, 33. И желающим войти в Царство Небесное, Он повелел идти тесным путем, так как иначе невозможно достигнуть Его. Итак, скорби, искушения и все случающиеся с нами неприятности не менее радостей доказывают Божие о нас попечения. И что я говорю о здешних скорбях? Самых гроза гиенную не менее обетования Царства Небесного показывает Божие человеколюбие. Если бы Он не угрожал гиенную, то не скоро можно было бы достигнуть небесных благ. Одно обетование благ недостаточно для побуждения к добродетели. Если не имеющих усердия к ней, не поощряет и страх наказания. Поэтому Бог и первозданного человека вначале изгнал из рая, так как дарованная ему часть сделала бы его хуже, если бы осталась твердую и непоколебимую после нарушения заповеди. И что я говорю об Адаме? Что не сделал бы Каин, живя в раю и наслаждаясь его утехами, если он, и лишившись этого, имея пред глазами своими наказания, постигший отца, не вразумился, но упал еще в большее нечестие. Первый и изобрел, и совершил убийство, и убийство самое преступное. Он не мало по малу и не в течение долгого времени дошел до этого нового злодеяния, но внезапно и вдруг достиг самой вершины нечестия. Подстерег и убил того, кто произошел из одной с нему трубы и не оскорбил его ничем. Или, может быть, Каин счел за оскорбление себе, что Авель угодил Богу. Впрочем, по моему мнению, и здесь ты можешь усмотреть человеколюбие Божие. Когда Каин оскорбил самого Бога, Творец разумляет его словами и утешает скорби. Но когда он совершил преступление против брата, тогда уже Бог являет гнев свой и налагает наказание. Между тем и первое заслуживало такого же, если не более жестокого наказания. Если у людей считается от проступков и обиду, когда кто-нибудь из рабов лучшее сбережет для себя, а худшее подаст господину, не тем ли более это применимо и в отношении к Богу. Но Каин, совершив не только этот грех, но и другой, не меньше и позавидовал чести брата. Если бы он раскаялся в грехе своим, то угодил бы Богу эту прекрасную переменную. Но не от раскаяния, а от зависти и ненависти происходило его смущение. Как показал, это конец дела. Каин почти разгневался на Бога за то, что Бог, оскорбленный им, не почтил его и не предпочел злого доброму. Однако Бог, несмотря на то, что грехи Каина требовали тяжкого наказания, поступает к грешникам гораздо милостивее, чем он заслуживал, и пытается успокоить раздраженную душу его. Ибо, скорбь Каина происходила от раздражения, потому Бог и говорит ему, умолкни. Бытие 4.7 Так говорил Бог, хотя и знал, для чего дойдет злоба Каина. Но он хотел отнять у неблагодарных всякий предлог к ропоту. Если бы Каин наказан был в самом начале, то многие стали бы говорить так, разве нельзя было наперед нушить словами, вразуметь и устрашить, а потом и наказать, если бы Каин остался при прежнем расположении. Наказание его весьма жестоко и строго. Поэтому Бог долго терпит невыносимые ему оскорбления, чтобы заградить уста таким людям и вместе показать, что он и отца Каинова наказал по своей благости, и кроме того последующих людей привести к покаянию таким своим милосердием. Когда же Каин по упорству своему и нераскаянности сердца собрал себе гнев, тогда он и наказывает. Если бы Каин не после убийства остался ненаказан, то решился бы и на другое еще большее зло. Нельзя сказать и того, что он согрешил по неведению. Мог ли он не знать того, что знал младший брат? В общем, если угодно, положим, что первое преступление произошло от неведения, но после того, как он услышал, умолк ли, после того, как получил прощение, и неужели по неведению он решился на убийство? Осквернел землю и нарушил законы природы. Видишь ли, что и первое происходило не от неведения, а от злобы и лукавства, и крайнего нечестия? Какое же наказание за все это? Стинающим и трясущимся будешь на земле, говорит Бог. Бытие 4.12 Наказание, по-видимому, тяжкое, но оно не будет таким, если мы размыслим о грехе и внимательно рассмотрим самое наказание. Кайн, после того, как неправо принес жертву, обиделся на то, что он оскорбивший, не почтен оскорбленным Богом, отверг его внушение, первый дерзнул совершить убийство, или лучше сказать, грех еще более преступный, чем убийство, опечалил родителей, солдал пред Богом. Разве, сказал он, я сторож брату с моему? Бытие 4.9 И за все это наказывается только страхом и трепетом? Впрочем, можно сказать, что благость Божия видна здесь не из того только, что наказание легче греха, но из того, что в наказании заключается немалая польза. А польза та, что все последующие люди вразумляются наказанием Каина и становятся лучшими. Поэтому Бог не тотчас предал Каина смерти, потому что не все равно смущать ли, что какой-то Каин, убивший брата, подвергся смерти, или видеть этого убийцу, несущим наказание. В первом случае могли бы и не поверить рассказу по чрезмерности преступления. А теперь, когда Каин был ведьм, и многие в течение долгого времени были свидетелями его наказания, событие стало очевидным и достоверным и для современников, и для потомков. Но скажут, какая же польза от этого ему самому? Весьма большая. Бог заботился о его спасении, и когда словесным разумлением умерял его ярость, насколько от него зависело. Но если рассмотреть и самое наказание, то и от него окажется великая польза. Если бы Бог тотчас умертвил Каина, то не дал бы ему времен для раскаяния и исправления. Теперь же он, продолжая жить в страхе и трепете, мог бы получить от такой жизни великую пользу для себя, если бы не был крайне бесчувственным и больше зверем, нежели человеком. Кроме того, настоящее наказание уменьшало для него тяжесть будущего мучения, потому что наказаниями и бедствиями, которые посылает Бог на нас в настоящей жизни, устраняется немалая часть будущих мучений. Свидетельство на это можно привести из Божественных Писаний. Христос, беседая с учениками по Евествуя, Лазарь говорит, что в рам, когда богач просил его рассеять немного концом перста, горячий язык сказал ему, «Чадо, вспомни, что ты получил уже доброе твое в жизни твое, а Лазарь злое. Ныне же он здесь утешается, а ты страдаешь». Лука 16, 25. А Павел, когда говорю о Павле, то также разумею заповеди Христа, потому что им была движима эта блаженная душа. А когда пишет Коринфянам о блуднике, повелевает предать его в сатане во измождение плоти, чтобы дух был спасен в день Господа нашего Иисуса Христа. 1 Коринфянам 5, 5. «И еще беседуя с ними же, а те, которые недостойно приобщаются, тайн говорит, «Оттого многие из вас немощны и больны, и немало умирают, ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром». 1 Коринфянам 11, 30, 32. «Видишь ли, неизреченное человеколюбие и беспредельное богатство благости. Видишь ли, как Бог делает и предпринимает все, чтобы мы и согрешившие потерпели наказание легче заслуженного или даже совершенно от него избавились?» Продолжение следует.